Хоть каких-нибудь действий от управляющей компании городских властей ждут и жильцы дома на МОПРА-109. Напомню, 19 января на здание упал строительный кран. С тех пор, по словам жильцов, про них все забыли. Наш корреспондент Константин Ларин сегодня побывал в доме и пообщался с жителями. Вообще ничего. Вот что было, то и есть. Все, тишина. После падения строительного крана на жилой дом по улице МОПРА прошло уже полтора месяца. Но ни управляющая компания Октябрьского района, ни иные организации никак не реагируют на просьбы жильцов о ремонте их комнат и мест общего пользования. Соседки, вот у меня Гордеева и Людмила Прокопьевна, которая рядом со мной в первой комнате живет, вообще пришла смс-ка, что ее через месяц уже выселяют. Что нужно там какие-то бумаги, заключать какой-то договор, чтобы СМУ ремонтировала, что там, не знаю. А Инга Страх только вот вчера пришел, оценил. Сотрудники страховой компании сделали оценку ущерба этой комнаты и личным вещам ее жительницы. Понятно, что в таких условиях жить невозможно, рассказывают люди. Из-за разрушений на втором этаже в комнате холодно. На потолках и стенах всего дома появляются новые трещины. Ответственные организации на письма жильцов не отвечают, а сами жители исправно платят по 4,5 тысячи в месяц за содержание помещений и жилищно-коммунальные услуги. У них числятся почему-то только 4 квартиры разрушены. Это, это, две внизу, а то, что вот 15-я, да, у Романа это 15-я, и вот Люда вот под ним живет, так, типа, они как уже даже не числятся у них. Жители дома написали письма уже во всевозможные структуры, от прокуратуры до президента России. Но ответов пока не получили. Константин Ларин, Алексей Зырянов, Бюро новостей, до вечера.